Всем привет! Вы на канале Боксерская правда. Сегодня в этом видео мы с вами обозреваем интересного проспекта Супертяжа, которого называют ни много ни мало Кубинский Флэш. Именно из-за его высокой скорости, ребята. Ему 29 лет, зовут его Фрэнк Санчес и он, как вы понимаете, из Кубы. Давайте мы с вами посмотрим, что он показывал именно по скорости в своем последнем поединке, который он проводил 9 октября против другого интересного проспекта, Эфе Аджагба, которого он победил. Мы, кстати, с вами прогнозировали данный поединок. И давайте посмотрим, что же нам там демонстрировал Кубинский Флэш именно по скорости. Так ли он быстро, как о нем говорят. Проспект, если они lose, но... Ну вот такой кубинский флеш, как можно оценить его скоростные показатели, ребята? Напишите об этом в комментариях, а я вам скажу, что чисто мое субъективное мнение, он довольно-таки быстрый, реально быстрый, не сказать, что он самый быстрый, конечно же, в этом дивизионе, у нас Александр Усик, наверное, вне конкуренции в этом плане, у нас еще есть кто, Паркер, тоже довольно-таки быстрый, да, но мне кажется, что Фрэнк именно в плане разового удара, какого-то взрыва, он побыстрее будет, будет побыстрее. Эфе Аджакба, он перебоксировал довольно-таки легко, бой пришел всю дистанцию, при этом Аджакба оказался в нокдауне, это при том, что сам Аджакба неплохо держит, по моему мнению, мы, кстати, его обозревали в одном из моих видео, и сам Аджакба неплохо бьет, он несколько раз попал по Санчесу, но Санчес все выдержал, о чем это говорит? Это говорит о его неплохой держалке, то есть скорость в совокупности с держалкой, это уже залог успеха практически в каждом поединке для него, при этом Санчес сам довольно-таки неплохо бьет. У него 19 побед, 13 нокаутами, поражений, соответственно, нет. И это как бы очень круто, ребята, я не скажу, что он прям там будущий чемпион, но у него очень серьезные задатки, технически он тоже довольно-таки адрес, как в принципе и все кубинцы, да, ведет дистанционную манеру ведения боя прежде всего, но может и подраться, может и разменно вязать, не боится пропущенных ударов. Рост его 193 сантиметра, а размах 198. Не сказать, что это прям так круто в плане габаритов для этого дивизиона, но есть скорость, опять же, он берет больше скоростными своими качествами и техникой. А что по технику у него есть? Практически все, ребята. Не скажу, что он там пробивает какие-то комбинации, наслаивает, нет, такого нету. Но у него есть, в принципе, удар с любой руки, да, левый боковой неплохой, правый прямой, правый кросс хороший, очень хороший. Аперкоты есть, да, боковые удары. В принципе, ребята, весь арсенал как бы боксеров в нем присутствует на самом-то деле. Поэтому он его применяет и довольно-таки успешно, повторюсь, от Жакбо он перебоксировал вообще без проблем, выставил того неумехой, потому что было видно, что от Жакбо практически ничего не мог сделать. Несколько раз зацепил, но это была капля в море. И неспроста, неспроста в этом интересном поединке он был фаворитом. Я говорю о кубинском флэше. Небольшим, но все-таки был. Кстати, об этом, ребята. Если вы захотите сделать ставочку на какой-то боксерский поединок, либо просто спортивное событие, вы это можете спокойно сделать в компании Bad Winner, проверенной мной компанией. Там очень широкая линия на бокс и в целом на единоборство. Ребят, очень широкая линия, сами можете в этом убедиться. Коэффициенты тоже, конечно же, приличные. Если вы пройдете регистрацию по моей ссылочке в первом закрепленном комментарии и введете мой промокод, то получите удваивание своего первого депозита. Поэтому, ребята, регистрируйтесь и удачной вам игры. Это, кстати, очень серьезная поддержка для моего канала. И на этих выходных тоже есть интересные поединки с интересными коэффициентами. Ну да ладно, возвращаемся к кубинскому флэшу. На любительском ринге он провел 220 поединков и проиграл всего 6. Вдумайтесь, всего 6. Так пишет Википедия. Дважды он побеждал Ресланди Савона, племянник Феликса Савона, легендарного Феликса Савона. Который, кстати, побеждал Энтони Джошуа на Олимпиаде, но его засудили. И этот бой, кстати, Феликса Савона и кубинского флэша, один из этих поединков, есть на ютубе. Причем нашел его на канале, который посвящен, либо является вообще каналом Фрэнка Санчеза, самого кубинского флэша. Давайте посмотрим второй раунд, кстати. Ссылочку я оставлю в описании на полный поединок. Итак, кубинский флэш наступает. У-у-у! Нокдаун! Жёстко, жёстко! Левый боковой, правый кросс, апперкот. Ну, как-то так, ребята. Что еще сказать о нем? Тренер его, Эдди Рейноса. Это тренер Канело Альвареса. Да, и они часто занимаются в одном лагере. Я даже на ютубе находил один спарринг, ну, кусочки спарринга кубинского флэша и Канело. Интересно, довольно-таки интересно. Сам он вообще говорит о том, что Канело и Рейноса уже пророчат ему чемпионство в супертяжах. Причем в 2022 году уже. Поэтому вы понимаете, да, у него серьезная моральная поддержка, серьезная такая боксерская поддержка. Он вообще верит в свои силы. У него есть характер. Он даже вызывал несколько раз Тайсона Фьюри. Были там, кстати, какие-то конфликты у него с ним, вроде бы как. Сам он говорит о том, что на текущий момент уже готов победить Антони Джошуа. Ну, это он еще говорил, да, поединка Усика с Джошуа. Короче говоря, ребята, парень очень и очень интересен. Не просто там своей скоростью, типа кубинский флэш. Нет, у него еще есть набор качеств определенных. И техника есть, допустим. И маневренность в нем есть. И характер есть, и удар есть, и держалка. То есть, все в совокупности. Это очень серьезная такая гремучая смесь. То есть, габаритов может где-то немножко не хватает. Но, возможно, они ему и в плюс играют. Я вам так скажу. При этом наборе качеств, да. Если мы будем заглядывать наперед, станет ли он чемпионом? Ну, свое мнение вы скажете в комментариях. А я вам скажу чисто свое субъективное мнение. Вы скажу. Все для этого есть, ребят. Все для этого есть. Я вам так скажу. Если мы его сравним уже сейчас с Тайсоном Фьюри в потенциальном поединке, возможно. То почему нет? Почему нет? Тайсона Фьюри, в принципе, потрясти можно. Если на Фьюри оказывать правильное давление, он теряется. А Фрэнк Санчес с помощью своих боксерских качеств и навыков способен оказывать это давление. У него есть, опять же, характер. Он может сработать в разной манере. Первым номером, вторым номером. Он может ударить и так далее. Да, то есть, не буду уже опять это все перечислять. То есть, я не скажу, что он фаворит, конечно же, в таком поединке потенциальном. Но у него шансы очень и очень даже неплохие. Вы вспомните, как недооценивали Луиса Артиса, да? Я всегда ставил на него, на его технику. Я ставил на него в поединке с Уалдером. И в первом, и во втором. Ну, конечно же, там уже возраст, да? К сожалению, подошел. И поэтому не получилось. Не хватило банально выносливости. В данном случае у Санчеса есть еще время. Поэтому я надеюсь, что мы его увидим, что он будет быстрее продвигаться. Я об этом говорю. Он уже сейчас, можно сказать, пересек ту линию, при которой он может переходить, допустим, на топов этого дивизиона. На середнячков, скажем так. Туда входят Чисора, Паркер, Уайт. Ну, Уайт, это, можно сказать, как бы около чемпион уже, да? Уайт, допустим, другие боксеры. Вот этих вот всех боксеров нужно сейчас давать уже Санчесу. Потому что до этого, если вы посмотрите его послужной список, там практически никого нет. Поэтому можно сказать, что он такая еще пока. Темная лошадка, скажем так. На этом, в принципе, все, ребят. Такой мой небольшой обзор кубинского флэша. Пишите ваши комментарии, что вы думаете относительно его качества, относительно его потенциального чемпионства. Подписывайтесь на мои каналы Боксерская Правда, Боксерская Правда Про, который у меня для прямых эфиров на ютубе, напоминаю вам. Подписывайтесь на мой инстаграм, там, где я провожу интервью с интересными топовыми боксерами и не только. Подписывайтесь на мою телегу, там, где я публикую ссылочки на прямые трансляции актуальных поединков. И записи уже в хорошем качестве после трансляции тоже там публикую. Не забывайте врубать колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. И не забывайте переходить по ссылочке в первом закрепленном комментарии. И добавлять себе эмоции, просматривая любое спортивное событие. Всегда говорите правду. Пока.